Ярославль встречает зиму чистым. Больше 12 тысяч горожан вышло на массовый субботник. Уборка прошла на десятках площадок по всему областному центру. Алена Стыцук на них побывала. Одной из самых массовых точек субботника стал сквер 950-летия. Из уборки здесь делали целое событие. Звучала музыка, а в утреннюю прохладу согревались чаем и пирожками. Убирались и взрослые, и дети. Ученики из близлежащих школ особенно активны. Мы очень хотели очистить наш город. Мы живем здесь недалеко. И нам очень хочется, чтобы там, где мы живем, было чисто и опрятно. Да, аккуратно. Чтобы в парках было поменьше грязи. Чтобы наши сестры и братья гуляли в чистом парке. В чистом городе. Парки и скверы – главная площадка всех субботников. В Красноперекопском районе очистили недавно отремонтированный нефтяник. Во Фрунзенском убирались в парке радиозавода. А в Брагине такой массовой точкой стал парк Победы. Наш город хочется сделать чистым, уютным, чтобы с детками хорошо здесь гулялась, с внуками. Конечно, приятно смотреть после того, как мы убрались, и территория достаточно красивая становится. Кроме основных мест отдыха Ярославля, без внимания не оставили и простые зеленые зоны. За Волгой уборка проходила вдоль улицы Красноборской. Мы с субботниками, конечно, ходим каждый раз, когда нас объявляется субботник. Конечно, мы ветераны уже этих субботников. И с чувством таким долга, может быть, какого-то праздничного настроения. В общем, работаем с удовольствием. А сегодня особенно погода нам, так сказать, сопутствует. С удовольствием работаем. За этот субботник ярославцы собрали 448 кубометров мусора и листвы. Чистить и вывозить такие объемы помогало больше 200 машин. Тракторы, моющая техника и грузовики. Алена Стицук, Сергей Чекмарев, Новости города.